целью этих выпусков является конечно разделить то что внутри меня то что ценное для меня мне хочется разделить это ценное с вами не всегда возможно это получается хочется от сердца к сердцу хочется чтобы мучений было поменьше потому что мы конечно с вами как люди склонны мучить себя основное наше бедствие и наша кара это конечно самомучение потому что мы неверно воспринимаем мир зачастую и в этих разговорах я стараюсь напомнить вам о тех ключевых моментах которые нужно все время держать в фокусе внимания чтобы жить было больше в кайф об этом речь сегодня мы поговорим об изменениях без которых не бывает наша жизнь который мы либо сами создаем с опережением знаете не сидим на месте не превращаемся в лежачий камень мы все время создаем себе какие-то новые упражнения жизненные либо если мы засиделись жизнь начинает обрушивать на нас эти изменения об этом и поговорим прежде чем перейти к теме я сообщаю что в это воскресенье начинается недельный цикл лекций на основные философские темы это длится как я уже сказал одну неделю каждый вечер я делюсь с вами ключевыми философскими принципами которые вы найдете в любой философской системе древности проект называется 6 важнейших жизненных настроек и по ссылке внизу вы можете почитать чуть подробнее посмотреть нужно ли вам это я уверен что после недели нашего с вами общения там вы задаете мне вопросы я отвечаю мы находимся в диалоге группы обычно небольшие порядка 100 человек от 60 до 100 и нам удается за неделю настолько дружно пообщаться пройтись по всем ключевым моментом стартуем уже в это воскресенье теперь о теме мошка явно хочет помнить забавное свойство ребята которым в целом человечество и мы с вами так хотим забыть как только жизнь нас ставит на какие-то рельсы либо мы постепенно мы же так себя собираем по кусочкам образование получили работу какую-то нашли приземлились на какие-то рельсы мы себе придумали эти рельсы но мы уже на них мы стараемся получить какое-то общественное признание какое-то финансовое благосостояние какой-то завести себе круг общения и вот мы на неких рельсах и нам кажется почему то что это норма жизни что так и должно быть и по этим рельсам мы поедем куда-то в светлое будущее когда наконец-то все что нас тревожит постепенно отвалится мы все решим и вот тогда то мы заживем так никогда не получается ни у кого никогда не получалось нет истории подобных особенно у людей которые у которых горячие сердца у которых есть внутренний огонь вы безусловно относитесь к этой категории людей я точно знаю что вы не стали бы смотреть и слушать эту болтологию если бы вы не пытались найти ответы хотя бы крупицу от этого лысого спортсмена хоть чуть-чуть что-то можно взять с чем-то можно поспорить так вот ребят либо мы создаем изменения либо изменения на нас обрушиваются нет закона и невозможно подтвердить можешь ли ты действовать на опережение но факт остается фактом что ты можешь войти в привычку производить изменения пробовать новые направления браться за казалось бы безрассудные дела и это не какая-то предрешенная история знаете один рождается рискованным а другой рождается пассивным и аккуратным нет это ваш выбор я помню когда я сделал этот выбор я сделал его где-то в 19-20 лет прям накануне 20-летие когда я понял что первый шаг рискованный мне где-то там на ум пришел я знал что родители не поймут социум вокруг не поймет и не примет я сказал об этом только своей девушке тогда единственной то есть вов на всей земле единственный человек который знал о том что я тогда сделал а я тогда задвинул институт на какое-то время я сейчас вас не призываю это делать но тогда было такое такие времена непростые это 90 год и казалось что настоящая жизнь где-то за стенами института лежит хотя я уверен что многим и сейчас так кажется во времена перемен когда-то же перемен больше когда-то перемен меньше и вот мне казалось что настоящая жизнь зовет меня я решился я просто развернулся вышел и стал придумывать а как я хочу жить и это стоило мне очень большого количества бессонных ночей почему потому что я задавал себе один самый трудный вопрос что ты делаешь денис ты сделал это из-за лени потому что слишком сложно было сдать сессию хотя я учился хорошо я учился почти было несколько четверок но в основном на пятерке ты ищешь прохладной жизни расслабленной жизни или ты пытаешься что-то сделать эти вопросы мучили меня ночами то есть в буквальном смысле слова я не мог уснуть я приезжал на воробьевы горы прям прям помню сейчас эти знаете это было летнее время потому что я во время сессии как раз это все решил то есть это начало лета и я бродил там в районе мгу воробьевых гор пытаясь понять найти эти ответы внутри себя это самая продуктивная работа я считаю что во многом в этот период с 19 с половиной ну почти с 20 до 24 лет был сформирован некий фундамент характера характер я сейчас не беру знаете там характер там такой прям с большой буквы х нет я беру некие ключевые представления о мире и о том как я буду в этом мире проявлять себя позволю я себе делать и стремить и знаете как пробовать совершать эти изменения естественно ты приобретаешь вместе с этим риск и невзгоды всегда все по-другому не может быть я пока мере уверен что если кто-то из вас решается на серьезные изменения и вдруг все идет супер гладко ох ребята ждите ждите сюрпризов ждите сюрпризов лучше чтобы вы решились на изменения и она сразу пошло негладко и ни в коем случае при такой решимости при таком действии направлено на изменения ни в коем случае не думать что сопротивление которое ты получишь является ответом мира что ты совершил ошибку вот этот эта конструкция не верна в корне я скажу что все на 180 градусов иначе если вы совершили это изменение и у вас сразу пошли препятствия но вы кайфуете от бури помните как в стихах в поэмах столько так это воспето буря скоро грянет буря ты совершаешь изменения и ты ждешь этого буйного моря где интереснее плыть по гладкой воде ты гребешь наслаждаешься птички поют идиллия или вдруг начинается шторм и ты борешься опять вопрос не для всех но для моих зрителей я точно знаю что вам буря больше по душе в этом ребят заложена вся истина и весь секрет нам больше буря по душе трудности именно поэтому мы тренируемся именно поэтому мы фантазируем именно поэтому мы придумываем новое для того чтобы вызвать буря может не совсем то слово вызвать борьбу вы понимаете тренажер стоит он тебя не трогает я всем показываем тут турник просто передо мной этот турник никого не трогает но я подхожу и начинаю делать упражнения и вдруг я создаю ну понятно я всего-навсего сопротивляюсь гравитации какой примитив но дело же не в этом дело в том что я инициирую инициирую некое трудоемкое действие дохожу до некоего отказа практикую преодоление практику и преодоление без награды помните мы об этом когда-то говорили вы точно также решаетесь на этот безрассудный поступок хотя я считаю что он самый супер рассудительный поступок вы решаетесь на изменение и вы тут же чувствуете сопротивление и это подход и это подход а за ним будет следующее за ним будет следующий и тренировка за тренировкой без награды вот она жизнь и так жизнь безусловно источник изменений сейчас времена нам ярко об этом говорят просто все все что мы видим вокруг это значит море взволновалась она начал вот вы понимаете этот ветерок подул он еще тогда до ковида подул так штиль закончился опять же можно всегда спорить мы нам всегда кажется что это штиль мир никогда не бывает в штиле все время что-то где-то значит затевается какая-то волна идет но потом вдруг подуло свежестью грозой запахло начинается жизнь ребята не страдания хотя естественно мы можем чувствовать страдания финансовые потери статусные потери смена сферы деятельности естественно может быть у кого-то из вас сейчас отношения заканчиваются без 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 связи со всей совокупностью событий но ребята запахло грозой и это начинается жизнь вы поймите настоящая жизнь это не то что было во время штиля это как раз иллюзия подделка подделка настоящая жизнь это когда ветер задул молнии засверкали начинается борьба мы такие жизнеспособные восстанавливающиеся вы понимаете регенерирующиеся физически ментально душевно и духовно потому что наши предшественники тысячами сотнями тысяч у каждого из вас генеалогическом дереве преодолевали боролись страдали побеждали 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 чтобы вы родились на свет и мы вдруг решили что мы сейчас ноги тут закинем и начнем почивать на лаврах ну конечно слушайте ну наши там деды прадеды конечно поборолись чтобы мы тут с вами почилили грош цена такой жизни и вы точно не такие поменяйте точку зрения все что нужно не нужно долго слушать мои вот эти нравоучения я постараюсь уже сейчас закончить через несколько минут поменяйте точку зрения не штиль не штилем кайфово эта жизнь борьбой она кайфово поэтому мы идем на тренировки поэтому мы предпринимаем новые челленджи поэтому мы не спим ночами фантазируем вынашиваем новые планы сколько вещей в моей жизни например сколько уже осуществлено задумок все с трудом ничего не было гладкого ничего не было легко но я благодарен бесконечно за каждый из этих приключений мне не нужно сейчас обложиться знаете там золотыми унитазами или чем-то грош цена этим финтифлюшком все это фигня все эти символы достатка не значит ничего значит то что внутри я ощущаю эту благодарность за приключения и если в любой момент это приключение в совокупности под названием жизнь закончится мне не горько и не обидно потому что я делал то что мне хотелось я пробовал то что мне было интересно и это единственный способ не сожалеть единственный способ не страдать ты страдаешь во время подхода жизненного конечно тебе больно когда не получается конечно когда ты подтянулся там 15 17 на 18 тебе больно если ты преодолеваешь ты должен бороться в этом проявляется наш огонь и дух в общем все эти беседы о смене точки зрения и не штиль нам нужен неровная жизнь по рельсам грош цена такой жизни эти рельсы всегда идут вниз посмотрите фильм у меня кстати знаете вспомнился фильм дорога перемен такой был фильм с дикаприо и кейт уинслет как раз про двух людей которые впали в эту инерцию они успевали совершать изменения тогда когда они просились изнутри только изменения просят а тут вдруг внешний мир дает тебе какую-то пачку конфет вот на тебе новую должность на тебе повышение на работе а им хотелось поменять что-то и как только они были уже на пороге вдруг мир говорил нет ребята куда вы побежите нет вот вам еще слаще на этих рельсах вот мы тут медом помажем и вы понимаете а время то проходит а дух то иссякает постепенно именно вот этот огонь на изменения и вот так ты по этим намазанным намазанным рельсам а потом пройдет там несколько лет и тебе как раз извне какой-то какая-то перемена а у тебя уже ресурса нет на то чтобы адаптироваться на то чтобы бороться какие-то остатки есть может быть где-то там в закромах но глаза в целом потухли и вот тогда людей и добивают внешние изменения и вы знаете видите этих сломленных людей этих сломленных людей очень много это мы с вами так давайте не будем такими давайте опережать давайте быть всегда в тонусе тренированным чтобы когда вдруг дорожка быстро включится она мы для нас это привычный режим для нас это привычный режим бег с препятствием пожалуйста я делаю это каждый день говорите вы о тут какие-то еще одним препятствием больше одним меньше мне не важно я в тонусе я тренируюсь каждый год по одному новому какому-то для себя крутому начинанию читайте ребята фантазируйте придумайте не придумывайте мечтайте когда еще как не сейчас и не важно сколько вам лет 51 как мне сейчас или 41 или 31 или 61 неважно неважно это не имеет значения есть сегодняшний день и впереди пространство для приключений спасибо вам за внимание перейдите по ссылке почитайте про проект про проект 6 важнейших жизненных настроек буквально уже через несколько дней с воскресенья мы начинаем наши ежедневные диалоги спасибо пока